Как раз специалисты, которых попросили это сделать в Ходорковский лайф, команды журналистов Ходорковского, когда они стали копать дальше в этой почтовой переписке Белоусова, они обнаружили очень интересные детали, связанные с болезнью. Так вот, оказалось, что у нового министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова есть очаговое поражение мозга. Более того, у него есть биполярное расстройство, и он сидит на жёстких транквилизаторах. Фактически новый министр обороны Российской Федерации инвалид. Но это страшно. Почему Путин поставил инвалидом министра обороны? Потому что он им уберет. А вот тут и фактор личного доверия. Фактор личного доверия при расстановке кадров у Путина играет очень важную, если не ключевую роль. Вот вышел из доверия шайбу, его там немножко отодвинули. Там кто-то чуть потерял доверие, потерял влияние. А это больно. А те, кому доверяют, идут вверх. Вот так патрушку стал его раздражать. Увеличившимся растущим влиянием. Он его там немного сдвинул. Но, правда, подсластил период, чтобы не ругаться с ним. Сын сделал эти примеры. Вот этот элемент личного доверия для Путина очень важен. Например, верит в Новоко, верит в Мантурова и так далее. Считают, что они добиваются каких-то результатов, несмотря на то, что сначала он им не верил. Но это всё движется. Это система византийских отношений внутри власти, когда нет вот этих критериев и механизмов. Поэтому и сумасшедшего можно назначить на должность. Но это сильно очень странно. Министр Макбарона… Я согласен с диагнозом Бориса Немцова. Так. Тем старым. Тем старым. Да. Когда он сказал, да, Путин, да вот такой-то он, Путин. Вот этот диагноз абсолютно брали. Они все там на плане такие, поверьте мне. Они вышли из адекватности. Я ещё вот помню, как… Ну вот, допустим, я работал с Олегом Морозом. Да, Олег Морозов довольно талантливый, яркий человек сам по себе, который был как вице-спикером в Госдуму, потом был начальником главного управления внутренней политики. Я там лично знаю Володиных давно тоже, со многих лет. И я всегда считал… Ну, вообще Морозов был талант. Ну, талантливый, от природы тела. И вот я как-то к ним прихожу. Это ещё был 12-й год. Когда там вот у меня были жёсткие отношения с Кремлём. Они ещё меня принимали. И я пришёл к ним, и они начали меня убеждать там в том, что Навальный работает на ЦРУ. И не только Навальный. Там такой на ЦРУ работает, такой-то там. Они там все агенты и прочее, прочее. И я вот, зная их давно, я всё ожидал, когда они меня хлопнут по плечу, скажут, ну что, померял, а смеился, скажут, ну здорово мы тебя провели. Ну, кончится это какой-то шуткой. И я всё этого ждал. И не происходит, и не происходит. Они всё рассказывают, эти сказки рассказывают. И я на них смотрю, и я вижу, что они уже поменялись. До вот этого неадекватного восприятия, всей этой действительности, они уже находятся в плену каких-то своих вот этих, даже не своих, а чужих убеждений. Я говорю, ребята, какие у вас доказательства? Нам твои ребята, коллеги, всё сказали, и всё, он точно агент работает. И они настолько, я вот смотрю, идёт как перерождение личности. Я тут многие из нас знаю людей из власти, начиная с самого Путина. И эта поразительная трансформация произошла. Для меня я никогда, я бы никогда, вот когда там пришёл политика, там 40 с чем-то лет, там 45, и я бы не поверил никогда, если мне тогда сказали, что личности способны на такую трансформацию, какую я увижу, и посмотрю. Вот Хинштейн, Саша, Хинштейн. Талантливейший. Выдающийся. Иван Петухач, его сдумает. Выдающийся журналист с великолепной памятью, с гиперработспособностью. И тогда я думаю, подумалось, возможно, умение моментально вникать в какие-то сложные проблемы. То есть я могу привести там кучу примеров. Это просто выдающиеся люди. Что с ними произошло? То есть трансформация личности, которая служит дьяволу, подвергается таким степеням, что трудно представить себе и выразить, что это может произойти. Это произошло с Путними, когда меня спрашивают, адекватно ли это, неадекватно ли это. Они вышли из пределов адекватности. И я, опять-таки, считаю, говорю, думаю сейчас, что мои 60 с лишним лет можно, 67 с лишним лет можно говорить. Я вообще считаю, что власть, узурпированная власть, она всегда теряет адекватность. Потому что если бы власти не теряли адекватности, в мире не было бы ни революции, ни мятежей, ни гражданских войн, ни переворотов, ничего бы не было. Они теряют адекватность. И вот сейчас мы видим путинское окружение, самого Путина, полностью потерявшему адекватность восприятия этого мира. Кстати, о революциях и мятежах. Скажите, КГБ, ну я говорю КГБ, ФСБ не имеет значения, Лубянк, в состоянии снять Владимира Путина, в состоянии она начать тот самый бунт, в состоянии она взять российский народ, взбудоражить его и повезти условно штурмовать Кремль. Ну вот мы должны с вами сначала разобраться, что такое мы имеем в виду подлубяк, как говорится, разобраться в дефиниции. Если мы имеем в виду генералитет, элиты, силовые элиты, вот мы всегда с вами должны иметь в виду, и это правило мировое, что революция переворот успешно там, где есть раскол элит, и особенно, и необходимым фактом является раскол силовых элит. Вот Венесуэла. Миллионы выходили, нет раскола силовых элит, ни черта не произошло. Белоруссия. Миллионы выходили, нет раскола силовых элит, ничего не произошло. Никарагуа. Миллионы выходили, нет раскола силовых элит, ничего не произошло. Я просто привожу последние примеры. Вот поэтому, если мы говорим сейчас о перевороте революции, который может происходить при расколе элиты, в том числе силовых, такой ситуации в России нет. И знаете почему? Почему? А на ней никто не работает. Потому что первое, что зададут генералу-маршалу, а что нам за это будет? Мы будем рисковать своей шкурой, своей жизнью, своей свободой. А мы взамен получим что? Главу. А не Путина, не навидят в принципе? Часть силовиков и значительная часть администрации, сотрудников аппарата правительства и так далее, министерства, ведомства региональных ненавидят. Но они хотят понять, они после того, как свергнут Путина, поедут в Галгу и будут сидеть? Или что? И вот этого мы им сказать не можем. Мы с вами об этом подробно говорим. Почему не можем, да? И поэтому они сейчас вынуждены терпеть Путина, делать вид, что они лояльны, делать вид, что они его любят. И так далее, и тому подобное, чтобы сохранить себя. Ну вот знаете, сейчас прошла такая ужасная, как по мне, новость. Она меня поразила. Действительно, Следственный комитет начал дело, обыски стал проводить якобы у брата Максима Галкина, Дмитрия. Говорят, что его компании аффилированы с Дерипаска. Говорят, что они занимаются военными подрядами и передают Министерству обороны Российской Федерации, Росгвардии, МВД, БТР, различной комплектации, различного уровня, боевые машины. Но боевые машины БТР в Кургане делают. Ну вот несколько говорят корпорации, пишет новая газета об этом, пишут многие другие издания. В общем, новость подхватили. Как вы к этому относитесь? И если всё-таки это окажется правдой, как нужно это рассматривать? Ну, первое, я не знаю взаимоотношения братьев Галкиных. Так. Я знаю взаимоотношения братьев Чубайцев. Они просто на уровне взаимной нервности. Давно разорванные отношения. Это я точно знаю, потому что я одного второго знаю, брат. Ну, одного меньше, другого больше. С Игорем Чубайцев у меня какие-то есть нормальные человеческие отношения. С Анатолием нет, я так шапочно знаком. Поэтому мы не знаем первое отношение братьев. То, что Максим Галкин, человек, выступающий открыто против войны, и не скрывающий этих своих взглядов, да, с помощью сатиры юмора, он, конечно, бичует этот режим и делает это весьма успешно. Я был на его выступлениях, концертах. Могу сказать, что он чрезвычайно талантливый, яркий и с очень чёткой гражданской позицией артист. У меня возникает сомнение, как у человека такого опытного, искушённого во всяких событиях, у меня возникает сомнение, что если брат Галкина работал на войну, так это была прекрасная возможность скомпрометировать и самого Галкина и бросить тень там на Аллу Борисовну, которую они боятся. Режим боится её до сих пор. Вот, поэтому, почему это сейчас произошло? У меня, похоже, я, не отрицая возможности такой, я всё-таки посмотрел, не является ли это местью и попыткой скомпрометировать. То, что они начинают браться за родственников, то, что они берут родственников в заложников, это мы уже знаем. Даже на примере того же Алексея Навального, Царственного Небесного, когда его там и брата сажали, и родители там пытались гнадить и так далее. Мы это знаем, что там взяли заложники Ивана Штанова, отца, да, там много было таких случаев. Поэтому вполне возможно, что это месть. Ну, вот тут я сделал паузу для того, чтобы просто разобраться в этом вопросе, чтобы иметь более точную информацию и понимать, что же на самом деле происходит. Вы знаете, в последнее время я всё чаще вспоминаю Валерия Соловья, профессора Соловья, который рассказывал о том, что много раз, что Путин где-то в морозильнике, в холодильнике. И я думаю про себя. Быть может, действительно, этим всем кошмаром управляет двойник. Скажите мне, Геннадий Владимирович, вот у Путина, как у Сталина, на ваш взгляд, двойники есть? Двойники могут быть и должны быть. Я подозреваю, что они есть, но они используются для безопасности. Не для управления страной, а для безопасности Путина. Скорее всего так. Потому что, конечно, объяснить там некоторые его визиты, некоторые, но мы с вами много раз, я не знаю, с вами говорили, не говорили, я бы там, вот этот визит в Мариуполе и так далее. Не могли безопасники отпустить Путина там, вот это, в Мариуполе или куда-то ещё, но это невозможно. Это невозможно. Я подозреваю, что там, ввиду разных моделей поведения Путина, один, который сидел там на расстоянии 10-15 метров от ближайшего, так сказать, сомноподвижника, и того Путина, который там ручкался, чуть ли не лобузался, я думаю, что да, это может быть двойник, но это система, наверное, для того, чтобы всё-таки безопасность обеспечить, а не управление страной. И мне кажется, что сейчас мы видим, что вот этот разрыв поведения Путина различных моделей, он и сейчас. По всей вероятности, если и были, но и Никита, они сейчас отправились на второй план, чтобы там не мазать в глазах, чтобы не возникало никакого иллюзия, что Путина можно заменить. Вот мы сейчас не видим. Может быть, я, конечно, невнимательно слежу там за сообщениями российского телевидения и их репортажами, но я там не вижу каких-то вот таких разрушающих картину нахождения одного Путина у власти фактов и каких-то там видеозаписей, видеосъёмок. Похоже, как его сейчас всё успокоилось в этом отношении. Геннадий Владимирович… Он управляет, конечно, Путин, конечно, Путин. Я всегда подвергал к Валерии Дмитриевича, потому что компрометация его, Путина, то, что там есть двойники, они могут управлять страной, это полезная деятельность, которая разрушает единство элит. И в этом смысле я считаю, что Валерий Дмитриевич делал полезное дело. В этом смысле я его поддерживаю. И вообще, я, конечно, его лично знаю, и человек, чрезвычайно, талантливый, умный, яркий, яркий оратор, спикер. Ну, вот, понятно, что, конечно, страной управляет. Путин, давайте, мы тут будем честны сами с собой и с нашими зрителями. Путин все чаще стал упоминать Хиросиму и Нагасаки, ядерные бомбы, ракеты, грозит всем и просит читать его ядерную доктрину. Скажите мне, при каких обстоятельствах, что должно случиться, чтобы Путин действительно воспользовался ядерным оружием и ударил ядерной ракетой? И пойдет ли на это Владимир Путин? Владимир Путин, вот смотрите, если честно говорить до конца моих взглядов, вот чего я боюсь и всегда боялся с первого дня войны, что когда Путин поймет, что ему конец в этой войне, что он терпит поражение и что это поражение может привести к его уничтожению, вот это будет самым опасным моментом войны. Сейчас этого нет. Вот сейчас этого нет. Сейчас он чувствует себя относительно уверен. Да, конечно, он истерит, да, конечно, он боится озверения Запада, да, конечно, он боится перемалывания армии, да, конечно, он боится поставок нового оружия, конечно, все это его сильно нервирует, но, во-первых, он на публике это не показывает, а во-вторых, он все-таки считает, что за счет такого повстанского терпения, у них такая вот есть идеология в Кремле, мы получим поморди, но мы должны терпеть это потом, как говорится, даст нам возможность победить. Вот за счет этой вот идеологии пацанского терпения, он все-таки рассчитывает сломать решимость мира, скажем так, выкурить его из Кремля. И вот поэтому он и войну ведет вопреки здравому смыслу, поэтому он и пытается мобилизовать всю экономику, ну и так далее, и тому подобное, какие-то перестановки в правительстве дел. Все это регионы отражают попытки выжить. И пока он не чувствует для себя, как вот это такой есть термин, эксистенциональные угрозы, для своего существования, угрозы, он это пока не чувствует. Пока. Но это пока. А вот что будет, когда он почувствует, мы, по словам, и не знаем. Все, что сдерживает Путина от применения ядерного оружия, Господи, Российск приедет, под окном, под майором. Вот. Все, что сдерживает Путина от применения ядерного оружия, самый главный термин, это да, я пробовал. Если она удалится, это важный вопрос. Путина сдерживает применение ядерного оружия, страх собственностью. Это главный мотив. Главный. Ему наплевать на гибель миллионов. Вы должны понимать, что Путина абсолютно наплевать на чужих жизней. Но ему не наплевать на свои. Ну вот он стал направлять корабли, субмарину, фрегат с ракетами, с цирконом, да, стал направлять к берегам Кубы. Он же до этого сказал? Понятно, для чего. Да, для чего? То есть демонстрация силы и безумие, а я вот смотрите так, вы меня думали сломили? Нет. А у меня еще резервы, а у меня еще флот, а у меня еще ядерное оружие, а у меня еще фрегат. Имейте в виду, ребята, у меня еще много политической воли, которой нет у вас там, потому что у вас там два старичка борются за место президента, еще неизвестно, что у вас там получится. Ну, примерно так он рассуждает в этой парадигме и там есть определенные, так сказать, как бы, так сказать, опасения за его действие. Он показывает, что он не сломлен. Он показывает, что с ним надо договариваться. А с другой стороны, вот в самой России, что делают сейчас? Хотят запретить вообще все международные звонки, чтобы люди не могли звонить на территорию России или за пределы Российской Федерации. Так и хочется у вас спросить. Вот так, вот так. Вчера предложил соответствующий орган. Это чей орган предложил? По-моему, Роскомнадзор предложил заблокировать абсолютно все звонки за пределы, чтобы никто не мог туда звонить и обратно. Ну так хочется спросить, а занавес опустится? тогда весь интернет, они хотят уничтожить все сети социальные. Сейчас же все звонки и переговоры идут через интернет, через сети, через мессенджеры специальные. То есть они хотят вообще погрузить Россию в каменный век. Ну может быть, это экспровоцирует, кстати говоря? Занавес опустится скоро? А? Занавес опустится скоро? Я не думаю, что они Занавес опустят. Они, конечно, пугают, потому что они до сих пор пока еще не решились, например, запретить YouTube, который является основным каналом оппозиционных независимых СМИ, который примерно... Шутками, аудитория этих каналов примерно 30-35 миллионов, поэтому точно посчитано. В совокупности. Опять. Сейчас проехаем здесь. вокруг и выезжаем. Трактор. Вот поэтому 30-35 миллионов это люди, которые антипутинские, антивоенные, это аудитория YouTube-канала. Но они не могут запретить YouTube, потому что иначе рухнет все. Там вся реклама, вся экономическая деятельность, учебная деятельность, программа университетов, школ и так далее. Там развлекаловка, спорт. Там в YouTube группа политическая часть занимает полтора процента, остальное 90-80,5, все другое. Поэтому они не могут это запретить. А сейчас они говорят, мы вообще надо весь интернет запретить. Не знаю. Вот это может и спровоцировать, кстати говоря. Я думаю, что это пугалка. Геннадий Владимирович, последний вопрос по поводу пугалок и тех, кто пугает. Москалькова, генерал, она же отвечает за права человека в Российской Федерации, сказала, что за русофобию необходимо сажать. У меня один вопрос к вам. ГУАГа не скоро построят? Они его уже строят. Мы просто с вами, ну, понимаете, вот сейчас гибридные формы. Это раньше там Сталин дал команду, побежали там с тачками строить этот ГУАГ, причем строили те же сами, кого там убивали в этом ГУАГе. Вот. Сейчас идут гибридные все эти формы. Сейчас увеличатся, колонии увеличатся, тюрьмы увеличатся. Сейчас же выпустили этих зэков на фронт. Там освободилось большое количество мест. Они сейчас заполняются. Но хотя уже были разговоры и предложения Минстроя России о том, что нужно увеличить количество тюрьм, лагерей и колоний. Так что они к этому идут. А это, понимаете, логика собрания. Вот брось камень вверх, и если он не набрал скоростью 80 с лишним километров в секунду, то он обязательно упадет на землю. Это закон физики. Вот это тоже такой же закон, что любая диктатура обрастает гулагами, вертухаями, всякими тройками вместо судов и так далее и тому подобное. Это закон природы самих тираний. Они обязательно к этому придут. Даже не смевайтесь.